Верхотурья 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 Тут нужно сказать, что совсем недавно данная проблема со старыми столбами немного сдвинулась с мертвой точки. Вблизи многоквартирного пятиэтажного дома, что располагается в данном поселке по адресу улицы Пионерская, 13, тоже находились несколько старых столбов. Этим летом я делал на данную проблему небольшой репортаж, сейчас вы видите кадры как раз из этого репортажа. На сегодняшний день старые ветхие столбы, кроме двух столбов за домом, были заменены на новые. А сейчас прошу внимания и понимания. Я никого ни в чем не обвиняю, а просто собираюсь публично дать полезную информацию тем, кто принимает документальные отчеты о проделанной работе. На сегодняшний день, на 28 октября 2016 года, на данных новых столбах установлены прежние старые провода, а не новые. Но бывает такое, что в документах указано одно, а в реальности другое. Еще раз повторюсь, это никакие не супер тонкие намеки, а просто полезная информация. А сейчас переходим к аварийной ситуации, которая произошла в том же месте, в поселке Привокзальном, в данном пятиэтажном доме. Есть в России такая традиция, как выпал первый снег, пора менять трубы. Подобная ситуация произошла с жителями данного дома. Данный дом до середины октября не был подключен к отоплению. Жители дома обогревались с помощью электрообогревателей. С середины октября начались ремонтные работы по теплооснабжению, которые проходили примерно 7 дней. На сегодняшний день в доме появилось тепло, проблема устранена. Думаю, в итоге можно сказать, что для жителей пятиэтажки все закончилось хаппи-эндом, с чем их и поздравляем. Видео подходит к концу. Напоследок хочу сказать, что в поселке проживает примерно 4000 человек. Это приблизительно 20% от всего населения Верхотурского округа. Получается, что 20% верхотурцев проживает в предаварийных условиях. И это на фоне миллиардных вложений на развитие города. Большое спасибо за внимание. До новых встреч.